Первый и, пожалуй, самый простой способ монетизации сервиса – это подключение рекламы. Вы без труда сможете его реализовать. И плюс этого способа в том, что вам не нужно самим заниматься поиском рекламодателей, заключать с ним договора и заниматься прочей бюрократической работой. Как тогда появится реклама в вашем сервисе? Мини-приложения получают рекламные материалы от рекламной сети ВКонтакте. Вызов рекламы в мини-приложения осуществляется через ВК-бридж. Интегрироваться с другими рекламными сетями или использовать сторонний код для показа рекламы запрещено правилами платформы. За одним исключением, вы можете самостоятельно реализовать и показывать рекламу своих других мини-приложений или игр, прошедших модерацию. В мини-приложениях можно реализовать три формата рекламы. Реклама за вознаграждение пользователя, реклама между экранами приложения и баннерная реклама. Первый. Реклама между экранами приложения – интерститial реклама. Это та, которую разработчик показывает в своем сервисе в момент перехода между экранами. Как правило, такая реклама представляет собой ролик до 5 секунд и визуально похожа на ревард-видео, но его можно закрыть после 5 секунд просмотра. Рекомендуем, пока ждет рекламу до отображения экрана, куда перешел пользователь. Второй формат – reward ads или реклама за вознаграждение. Это когда пользователь после просмотра рекламного ролика получает какой-то бонус в приложении, например, виртуальную валюту или разовую скидку на товар. Такая реклама может длиться до 30 секунд. Необходимо четко донести пользователю, что за просмотр рекламы он получит бонус. В нашем приложении «Блюдо дня» мы выдаем скидку на заказ. И третий формат – это баннеры, которые могут вызываться после определенных действий пользователя или постоянно показываться в нижней части экрана сервиса. Такая реклама имеет свойство авторотации, то есть меняется через определенный период времени. И чем дольше пользователь проведет время в сервисе, то есть чем больше постоянно сменяющихся баннеров он увидит, тем больше вы как разработчик заработаете. Звучит заманчиво, правда? Но если что, у нас зашитый механизм антифрода – накрутить просмотр рекламы не получится. Если будет замечено, что пользователь каким-то образом накручивает просмотр, то он отправится в банн, или монетизация с помощью рекламы в сервисе станет недоступна. Не стоит вызывать рекламу слишком часто. Мы следим за этим, будьте аккуратны. Давайте разрабатывать мини-приложения и зарабатывать на них честным путем. А еще рекомендуем контролировать количество просмотренной рекламы пользователями на вашей стороне. Например, чтобы пользователи не разоряли виртуальные банки ваших сервисов, просматривая рекламу и зарабатывая виртуальную валюту или другие бонусы. Например, выставляя ограничения, что получить бонус за просмотр рекламы можно только раз в час. Еще немного о правилах. Запрещено вызывать больше одной рекламы за одну активацию для рекламы между экранами рекламы за вознаграждение. Вызывать рекламу неожиданно, на анбординге или в целом чаще одного раза в 30 секунд. Баннеры не должны перекрывать функциональную область мини-приложения, если нет возможности его закрыть, а также быть ближе к другим элементам интерфейса более чем на 20 пикселей. Реклама должна работать корректно и не должна прерывать работу сервиса, а также выдавать пользователям денежную компенсацию за просмотр рекламы. Ну и еще совет. Не стоит делать получение виртуальной ценности исключительно за просмотр рекламы. Реализуйте еще как минимум один способ их заработать, чтобы пользователю было интереснее проводить время в вашем сервисе. А в следующих уроках на примере вы узнаете, как с помощью VK Bridge вызвать рекламу в вашем сервисе.